С Настей забыли, пришлось возвращаться. Лодка не заводилась. И снова команда диалогов в пути. Это простые граждане могут заскучать по дороге. А для рыбака время за разговорами о любимом занятии проходит быстро. Не замечаешь, как наступает утро. Наши рыбаки прибыли в Казань. Олег, больше известный в рыболовных кругах как Ленон, возглавил движение рыбаков к судаку, за которым, собственно, приехали герои передачи. Олег, мы в Роспании не принимали. Что-то там. Мечеть Кул-Шариф построена недавно. Стройка шла с 96 по 2005 год, примерно на том же месте, где была расположена старая мечеть, разрушенная после покорения Казани. В многоминорет на стеклу Шариф нашла свое отражение легенда о восьмибашенной мечети 16 века. Купол декорирован формами, ассоциирующимися с образом и декоративными деталями казанской шапки, короны казанских ханов, увезенной в Москву после падения Казани, экспонирующейся ныне в оружейной палате. Но не только историей живет современная Казань. Город активно строится. Казань – город-стройка. Поднимаются новые жилые кварталы, к тому же совсем скоро, в 2013 году, Казань будет принимать Всемирную универсиаду. А там, глядишь, и до Олимпиады рукой подать. Чем столица Татарстана хуже Лондона. В Казани хорошо, но душа рыбака, даже самого любознательного и интеллектуального, рвется к водным пространствам – на рыбалку. Наши герои двинулись к реке Кама, о которой рыбацкая молва говорит как о перспективной, что значит рыбной. Выходим. Выходим. Давайте. Не отстаивай, я буду говорить, что он был на лоб. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Команда диалогов решила подойти к исследованию реки основательно, и пока рыбаки будут обследовать водное пространство непосредственно с воды, один из операторов отправился взглянуть на Каму с высоты птичьего полета. Держи. Давай, давай, по-быстрому. Нарубал, по-бежиму. Это что, из-за меня? А кто это? Ты вообще виноват, Свет? Не знаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кама. Левый и самый крупный приток реки Волги. В верховьях у нее есть и татарское название – Чулман. Длина реки – 1805 километров, площадь бассейна – 507 тысяч квадратных километров. С давних пор идет спор, как должна называться река после слияния – Волга или Кама. По большинству гидрологических признаков Кама является главной рекой, а Волга – ее притоком. Значит, и в Каспийское море, строго говоря, впадает Кама, а не Волга. Однако Волга была, есть и будет главной рекой страны. Рыбакам споры эти, если и не безинтересные, то второстепенные. Главное, чтобы рыба была, а на Каме рыбаку есть где развернуться. Помимо основного русла, много на Каме заводей, заливных лугов, внутренних озер, где обитает разнообразная рыба – карась, лим, окуль, щука, которых можно ловить в разное время года. Кепка не светит. Кепка? Да. Ну, значит, хороший учитель. Как раньше. Итак, первый заброс в Татарстане на реке Кама. Голову опять-таки поедет. Я предлагаю нам поднявшую лысину. Рыба? Да. Серьезно? О, первый заброс рыбы, пожалуйста. Да, нет. Что ты, зачем ты так кащишь ее? Похоню лесочкой, как мотаешь, да, и потом, посмотри, сделал так, потом потяну, как ты сейчас сделал. Потом еще, как потяну. Видишь, у тебя была правильная. Как рыба, рыба? Да. Не спеши. Спокойся, мой, делаешь так. Проверим, что у нас тачат юноши. Я уверен, что это не рыба, конечно. Нет, это вообще не рыба, да? Чего поймали? Да коряю, как всегда, он поймал, сперва забросила. Пойдем. Пойдем. Ха-ха-ха, иди сюда. Судак, что? Аккуратнее, аккуратнее, е-мое. Тихо, 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 не кричи на меня. Кричи на меня. Иди сюда, красавец. Сейчас будем разбираться, кто тут. Давай. По-моему, это судачок. Опять бросил моего дюльщика. Что ж такое? Вот, видите зубы? Это первый мой судак в жизни. Первый судак в жизни. Осталось тебе стать президентом. Судак, латинское название зандр. Родственник ерша и окуня, полосатый и клыкастый хищник, судак, издавна считался одной из ценнейших промысловых рыб России. Обитает он в Волге, Урале и на Дону. Судак рыба хищная. Во время охоты выбирает для засады коряжник, донные бровки или заросли водорослей. Часто можно наблюдать, как судаки, подобно пастухам, сопровождают стаи бели, подлещика и платвы, на которую в основном они охотятся. Некоторые источники утверждают, что отдельные судаки могут достигать 20 килограммов веса. Даже если это правда, это исключение. Экземпляры в 7 килограммов уже считаются очень крупными. Бесклевья. Наверное, нет для рыбака вещи с одной стороны неприятнее, с другой необъяснение. Почему рыба не клюет? На этот вопрос уже тысячи лет пытаются ответить миллионы человек. И не могут. Не помогает даже всезнающий вездесущий интернет. Остается ждать, менять места и тактику лова, пробовать различные приманки и срывать плохое настроение на коллегах. С Настей забыли, пришлось возвращаться. Лодка не заводилась. Клево нет, но вообще. Что же за люди-то такие? Рыбаки. Рыбаки. Что ты нацепил-то опять? Какая-то фигня-то. А-а-а. Отплох, что ли? Ну не отлох, это от комаров. Купить? Это знаешь, для чего делать? Развод лохов. Зато мне комары не кусают, а тебя кусают. Меня тоже не кусают, потому что качественная кровь. На тебя еще и муки садятся. Бросил, и детская рыбака. В следующий раз не буду. Олежка, вот ты опытный рыбак. Какой? Бывал на рыбаках. А что? Да нет, я опытный опытный. Ну вот ты скажи, что это за рыба? Это рыба-ёж, понятно. Классический ёж. Ну, а соломоновская окраска. Короче, не знаю, что это за рыба, а это лосось. Друзья-конкуренты раздобыли информацию о том, что неподалеку клюет рыба. Правда, не вожделенный судак, а жерех. Но когда не клюет, не до принципов. Правда, Леннон отнесся к информации скептически. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Дядь Паш, есть что-то, да елы-палы, вот так вот, ну бывает срывается, вот только и, ну, извини, не могу, дела рыбные. Не, ну имею в виду, да, балык, понятия, как бы, разные. О, Саня, ты что? Путем долгих проб и ошибок мы определили, что жерик здесь есть. Идем его вялить, коптить в уху и прочее, чего и вам, как говорится, желаем. О, это Тимзи, ильяра. Ну так, о-о-о, какое. Подгоняй, я возьму, холок, е-мое, ну и сошел он. Эх, Алеша. Вот ваши хорошие товарищи тоже поймали нашу рыбу. Видите, это безобразие очень. Нагло встали в зону заброса, выловили нашу рыбу и проплывают, улыбаются. Знаете, это безобразие. У нас так не принято, конечно. Принято. Правда, Константин? Да-да-да. Вершили сюда. Мы таких отпускаем. Редактор субтитров А.Семкин Что отличает настоящего рыбака? Прежде всего, упорство. Отдохнув и набравшись сил, Костя с Олегом вновь отправились на рыбалку. А как известно из старой спортивно-рыболовной поговорки, везет тому, кто везет. И судак обязательно должен клюнуть. Впрочем, поспорим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее, вы говорите, судака нету. Ё-моё, вот же он. Рыбачки нет надо. Да, то, что нет, плачет стоять. Где сюда, где судак? Вот судак. Маленький, конечно. Вот такой. Жареху тебе, Костя. Надеемся, что он не последний. Да, Костя? Я, конечно, рад за своего старшего коллегу. Дайте-ка я заброшу. Как же, с костюмом. Судачок у него тоже зубки. Олег. А, хотел сказать, первый бирж. Ничего, он не первый бирж. Я там уже ловил. Тихо, тихо, тихо. Сейчас мы покажем. Кажется, что... Ну, так как говорят, что биржи больше не вырастают, поэтому я его отпускать не буду. Вот если бы судак был такого размера, я бы, конечно же, отпустил. А биржи в пакет к судачку. Ай, судачок. О, пакетчик. Так может, а он как начал открывать, не, не буду отпускать. Не, не спокинь. Прям за глаз. Не, не отпущу, подохнет. Пока наши герои ловят судака не крупного. А ведь на местном рынке они убедились, что крупный судак в этих местах есть. Да, судачок. Это, конечно, сурочок. Вот это мы не будем. Это стерлик? Нет, это стерлик. А чем он отстерлик? А цена? А то ситраты? Размерами. Нет, парчика есть. Вот тебе судак цель. Вот такой же, да? Ну, такой бывает. Нужно поймать вот такой же. А вот ты поймаешь, а вот этого ты должен. Мне кажется, шансы у тебя есть. Ну, если, конечно. Давай так, если я поймаю судака, ты на вас на движешься. Во! Во! На вас на движешься. Тогда ты. Во! Давай, если ты поймаешь судака, то ты растешь усы. Мне не идут усы, я сразу похож на... Мальчатиль! Ха-ха! Так, слушайте, ну, чтобы он ко мне хоть тоже в руку пришел, что я очень надеюсь, что я поймаю такого и буду такой. Запомни его, запомни его попад. Спасите, уехал! Маленький, маленький, маленький. Человек? Ну, нет, не судак, держ. Держочек. Все он отключает. Я рассказывал, рассказывал. Давайте еще раз услышим. Видишь, окрас, не по лучшему, а так и по обрывски, не по лучшему. Ну, и плюс у него нет самой известной отсутствия зубов во рту. А-а-а! Да-да-да! Кулыков вот этих судачок. Здесь зубы! Без зубы! Без зубы! Есть! Первый судачок! Какой первый у тебя? Ну, я имею в виду... А, нет, я такого уж ловил! Ну, здравствуй, судак, какой кастый! Больше я тебе не дам... Смотри! Больше я не дам тебе укусить меня! Вот, смотрите, друзья! Оп, есть! Да! Туда чего? Поменьше у тебя, конечно! Ну, вот я, кстати, такого уже... С тобой уже невозможно конкурировать! Я такого и отпустил! Отпустил! Вот, хочу заметить, товарищи, 22 грамма, то же самое, что 32 грамма! Ну, соответственно, надо сюда клинул поменьше, а на 32 побольше! Ну, рыбки у нас с тобой заметно абсолютно одинаковые! Да! Спасибо продавцу рыбок! В общем, извини, отпускаем! Отпускаем! Давай! Гу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Ну, что ж, дорогие друзья, сейчас мы будем коптить судака, которого поймали, и стерлядь, который нас угостили! Стерлядь, которую вместе с судаком коптят наши герои, ловить строго запрещено! Просто гостеприимные хозяева решили побаловать гостей деликатесом, купив стерлядь в рыбном хозяйстве, расположенном неподалеку! Ну, дальше как? Ах, эту рыбу! И вот прям вот ставить сюда! Стремно! А и эту! Это уже сложнее! Все ждем 40 минут! 40 минут? И ничего не делаем? Ну что, друзья, отныне рыбу будут только коптить! Почему? Потому что поставил на 40 минут, и все! Ни огонь, ни потише, ни погромче! Поставил и ждешь 40 минут! Ну что, пойдем отдохнем? Пойдем! Я тебе не дод расскажу, про бабушку свою! Ну, конечно, я пожутил, и как учение нужно проверять время от времени! Смотрим? Пока еще рано! Рано! Но процесс пошел! Через 40 минут будет готово, а вообще, если верить в времени, то через 30 минут! Пойдемте, прадедушку! Ну что же, откроем! Все маленькие, нормально будет! Открытие чуть-чуть! На эту красоту! Золотой судак и бронзовая стерлядь! Потрясающе! А запах, запах! Шеф-повар выкладывает приготовленную рыбу на подносы, после чего мы ее, конечно же, в нашей небольшой, но дружной компании с удовольствием употребили. Приятного аппетита! Пойдем! Однажды я подарил молодожену на свадьбе пустой конверт и при мне его вскрыли. Я думаю, что страшнее, что ничего в жизни не случится, но нет. Сейчас я съем белого, почтового червяка. Время на рыбалке бежит быстро. Костя с Олегом пора отправляться домой. Скупые мужские слезы, слова прощания и благодарности друзьям-хозяевам, с которыми успели подружиться. Пора в путь! Но приключения диалогов о рыбалке на Каме еще не закончены. что-то погода хорошая. Погода хорошая. Ну что, у вас рыбалка понравилась? Да. Татарский народ гостеприимный, природа неописуемая, стол шикарный. И я уже молчал судаке, которого я первый раз в жизни поймал. Вот такого размера. Это же не голова от размера. Когда поймаешь судака вот с такой головой, тогда другое дело. Какой же ты циник. Я опытный дяденька просто. Может сюда осенью еще приедет. Тогда результат может признать и твои ожидания. Осенью тут судак больше? Подрастает немного, конечно. Ясно. Но это осенью. А дальше-то куда? Смотрите в следующей программе «Диалоги о рыбалке». Охота на камского леща. Редактор субтитров А.Семкин